Всем салют, чуваки! Доброе утро! Уже утро. Вчера я приехал на это место часам к 9, нет, наверное, даже к 10 почти. И в экстренном режиме, в полутемноте, я накинул палатку, закинул все шмотки, упал тупо возле трассы. Я не знаю, видно отсюда или нет, но трасса находится буквально в метрах 20 от меня. Это не очень удобно, но благо я нашел более-менее такое закрытое пространство на вот таком вот поле из скошенного сена. И просто завалился спать и как-то восстанавливаться, потому что вчера был тсущий ад. Я понял одну вещь, что в аду велосипедиста он по-любому будет ехать по брусчатке в обхил, в бесконечный обхил, без возможности свернуть. И при этом он будет ехать это все без седла, на голом подсидели. Потому что, ну, брусчатки было вчера столько, что я ее нажрался, наверное, на год вперед. Видеть ее больше я не хочу. Ехать груженым по брусчатке, это вообще песец. Причем, ладно бы там брусчаточка такая, более-менее, как у нас там даже в Одессе бывает нормальная. Нет, ребята, нет, это не та брусчатка, это булыга, которая торчит в разные стороны, вообще неровно, нифига. И каждый наезд на этот камень, он тупо тебя тормозит в ноль. И ехать поэтому невозможно, ужасно. Полдня буквально я вчера мучился, под конец, я уже тоже не снимал. Но, блин, закончилось все тем, что я каким-то чудом доехал все-таки до асфальта, я добился все-таки до асфальта. И потом у меня оставалось до начала захода солнца где-то минут 50. И за эти 50 минут в нон-стопе я валил со скоростью где-то 35 и выше по трассе, просто без остановок. У меня кончилась вода нафиг. И я сначала думал, что если я не доеду до города, где можно взять воду, я упаду где-то по пути, ну, спать. Но так как у меня кончилась вода, у меня вообще не было выборами. Тупо надо было валить уже до конца, валить до города. И по итогу я доехал. Да, я доехал. Это было жестко. Я залетел вот в город и сразу в первую заправку залетаю, накупаю там 3 литра воды, литр меринды, пару банок нон-стоп. У меня еще один нон-стоп есть. Вот. И просто восстанавливаюсь, пытаюсь напиться, пытаюсь как-то отдохнуть. Мне собака решила помешать записи видео. Малыш, что? Что, морда? От реки. Ой, ты маленький, иди сюда. Малыш, ой, ты моя хорошая собака. Ты какой красавец. Всю ночь мне не давал спать, да? Тут лазили, что-то шуршали, ходили. И тут, видимо, своя нычка где-то. Что такое? Куда ты сунешь свой нос? Что? И ты тоже хочешь посмотреть? Ой, жопы маленькие. Ах ты ж, блин, засранец забрал. На. На. Кушай, кушай. Какие голодные псины, хлеб едят? Я-то хлеб не очень... Он такой не очень свежий. В принципе, мне, чтобы поесть много не надо хлеба. Ну и возить его не хочу, поэтому лучше псов покормлю. На. На. Кушай, кушай. Кушай. На. Кушай. Все. Нема. Все, до свидания. Такой вот вчера у меня получился денек. Очень жесткий. Проехал я, наверное... Поехал я, наверное, километров 150. И из них, наверное, 50 или где-то так около того была тупо брусчатка. Все. Это жесть. А сегодня уже новый день. Это шестой день моего велотрипа. И сегодня мы собираемся в путь дальше. Мне нужно возвращаться. Я хочу вернуться пораньше домой. Потому что меня еще ждет бревет на 200 километров. И он 25 числа. Уже тут совсем время поджимает. Поэтому нужно срочно валить. Срочно ехать. И, в принципе, снимать дальше для вас контент. Буду вставать, буду что-то есть по-быстрому. Думаю, даже не буду делать какой-то кофе-чай. Не хочу. Хочу выехать пораньше. Просто перекушу холодной едой. И, в принципе, в путь. Фух. Отчитался. Все. Погнали. Довольно уютное место, оказывается. Но трасса вот там. Трасса вот там. Буквально вот-вот. Через 20 метров. Вот такое вот поле здесь. Классное утро. Не жарко. Прям вообще. Очень супер. Не жарко и не холодно. Главное, что в этом месте вообще не дует. Прям суперски. И спалось, что главное, вообще спокойно. Не жарко. Не дуло. Нету даже росы никакой. Ничего. Вот что значит. На шару поставить. Палатку. Причем поставить еще и удачно. Это надо уметь. Последний момент. Ну что ты меня лижешь? Меня собака лижет. Что? Что такое? Что ты хочешь? Черныш. Собака. Ты чего там? Хе-хе. Хе-хе. Все. Хе-хе. 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 Так мы стартанули Шестой день Нашего велотрипа Сегодня, кстати, погладка такая пасмурная Может быть дождик Но в целом это хорошо Не жарко, пить будет меньше хотеться Меньшего расхода воды И так далее Продолжение вчерашнего дня Булыга, цепуха, гравий И казалось бы, вроде ЦНС остановилось И настроение вроде есть И даже музычку зарядил Но жопа болит по-прежнему Натер я немного ее И ехать здесь Сидя, ну такое себе удовольствие На самом деле А мы продолжаем форсировать Гравийку С булыгой Заодно Как же я люблю брусчатку Я ее просто обожаю Ну такая себе Брусчаточка Булыга Ах, блях Ах, какой подъем Это трэш Как вам подъемчик? Это за гранью разумного Вообще Это вообще законно Такие подъемы делать из булыги Я на самой легкой передаче, блядь, стоя И еду Шесть Заехал в заправочку Взять водицы Ну, поеду дальше На мороженое Заехал в Чечельник Это такое село, походу И меня застал дождь Он, в принципе, не сильно большой Я даже вот дождевичок облачился Все позапихивал, позапрятывал Но, блин, мне очень хочется ехать Подождю С одной стороны С другой стороны Он маленький И, в принципе, можно ехать Но он может усилиться Он может вальнуть И где-нибудь меня застать Врасплох По пути И я пока Решил посидеть В любом случае Если что Поеду в дождь Как бы Это меня мало остановит И думаю Погодка Огонь Я еще Сдуру Решил ехать Когда он шел Слабенько Я сидел Под навесиком А когда он начал идти Я все-таки решил ехать И что-то это нифига не прикольно Поэтому, не знаю Сейчас встал под дерево И думаю Главное, чтобы там не было опять грунтовки Потому что она размокнет И будет жопа Там вообще не проедет Как вам погодка Шикарная Дождик фигачит Но сейчас потихоньку Вроде заканчивается Но все равно тучи Небо затянуто О Я, короче Не то, чтобы прям Любитель ездить по дождю Тем более в туризме Но Раз уж ехать Поход То ехать его по полной И чувствовать Все тяготы И Ограничения Собственно Этого процесса Впрочем И дождик В том числе Поэтому Ну и заодно Проверить снарягу Проверить сумки Промокают ли или нет Промокает ли дождевик Или нет И так далее То есть В любом случае Это в пользу Пусть даже Если Будет какой-то в результате Не очень хороший дискомфорт По итогу Единственное, что меня радует Что я вовремя выбрался Из грунтов Потому что Это был бы повтор Умани Прошлого года Я бы пошел пешком С великом на горбу А это нифига не прикольно И повторять такое Я не хочу Такая красота Поля Леса Все как Собственно Каждый день В этом походе Практически Все как Все как Такой снег ребят это победа узнаете эту песню такая вот она слава это это по-любому лайк понимаете вот вот именно в эту секунду вы должны понять что это по-любому лайк подписка и коммент путин хуй лалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал а меня дорожка все испытывает и испытывает обхильчик в сторону балты нереально огромный длинный затяжной и сюда реально ездить тренироваться надо сначала там по булыге умирать и теперь тут просто на асфальте вверх фигать но я представляю какую скорость здесь можно развить если с самого верха начать валить это же будет писец это но я думаю по двое 80 точно ну подсотку можно тут вольнуть если сильно прям напрячь булочки главное не растерять булочки блин опять дождь начинается вот это черт а плохо я куртку снял мокренько дождик продолжает накрапывать потихоньку брусчатка опять грунтом это жопа это подстава естественно благо тут хоть ехать можно хоть как-то мы с грязных грунтов вылезаем естественно куда правильно на булыгу достала она меня уже в данном случае булыга больше радует чем грунт потому что если это все размокнет я окажусь посреди грунта то я ехать вообще не смогу а по булыге хотя бы трястись но я смогу ай да можно начинать меня поздравлять я заезжаю в одесскую область одесская область балтский район и дорога конечно очень очень идеальная прям яма на яме но это не булыга и это радует это ли не чудо разведнилось сейчас разворачиваем тогда панельку и будем заряжать аккумуляторы солнце есть супер и как вам снова эта погодка опять дождик херачит я уже даже не хочу одевать дождевик если честно какой у него смысл все равно я промок на принципе одену если прям совсем замерзну уже нормально так вальнул немного но дождь достал дождь конкретно льет самое прикольное будет сегодня искать место стоянки потому что все просто в воде и я не знаю вообще как я буду ставится это будет что-то с чем-то так выглядит моя боевая ракета я уже проехал 122 сегодня и мне еще предстоит нормально крутить я хочу сегодня докрутить до одесской трассы мне нужно туда доехать повернуть сторону одессы и сделать еще какое-то количество километров чтобы найти подходящую себе стоянку на ночь устал уже кроколени начинают немножко офигевать но я все надоеду меня можно поздравить я уже еду по повороту как же далеко он оказался я почему-то думал что он ближе явно это да это она родимая как же я устал сегодня так наваливать блин короче я завернул с трассы сейчас по этой тропиночке куда-то за рулю так пока еще не совсем темно в общем о валила сегодня жестко по страве у меня получилось 144 километра в режиме нереальном потому что от балты под дождем я валил вообще нон-стопом не знаю как и не сдох но я доехал доехал до одесской трассы даже по ней немного проехал но естественно немного потому что солнце уже садилось колени тоже уже говорили ну его нафиг тормози и я нашел тут заворотик небольшой да немного грязно потому что дождь был после дождя тут конечно немного месиво но я решил тут ставить палатку стою прям вот прям возле трассы прям еще ближе чем вчера но если вчера я стоял возле бершади да там принципе не сильное движение не сильно так то здесь одесская трасса магистраль тут фигачит постоянно то есть я сегодня сплю под аккомпанемент фур и прочей прочую автотранспортом сейчас буду готовить что-то быстро что-то жрать денек был огонь не без приключений смотрите следующую серию подписывайтесь ставьте лайки комментарии все как надо всем пока